Здравствуйте! Рады видеть вас в литературной гостиной Санкт-Петербургской книжной ярмарки ДК Микрубской. Наша ярмарка находится по адресу проспекта Буфской обороны, дом 105, в 10 минутах ходьбы от метро Елизавская. В гостях у нас сегодня Андрей Балабуха, прозаик, поэт, переводчик, редактор, председатель секции научно-фантастической и научно-художественной литературы Союза писателей Санкт-Петербурга, руководитель литературной студии, лауреат множества литературных премий, ну и попросту патриарх Санкт-Петербургской ленинградской фантастики. Андрей Балабуха, в последнее время вы как-то не очень часто радуете нас художественной прозой, повестями, рассказами, романами, я имею в виду это. Хотя то, что называют нон-фикшн, статьи, эссе, предисловия, послесловия, да и даже стихотворные какие-то произведения, вы пишете и публикуете довольно часто. Почему это интереснее, чем, собственно, билетристика? Я, правда, впервые слышу, что стихи это нон-фикшн, но это интересно. А в остальном, как вам сказать? Ну, во-первых, мое давнее предо, что писатель, это тот, кто пишет, и тот, кто пишет, что да, определенное. Ну, да, был период, когда мне стихи были интереснее всего. Вот они у них шли в первую очередь. Сейчас эти не идут совершенно почти, там два-три стихотворения в год, а были годы, когда у меня было два-три стихотворения в день. И потом мне стало интересно возиться с историей и всем прочим. Сейчас я продолжаю возиться, но вот некий перелом опять наступил. Я к своему ужасу однажды проснулся и обнаружил, что у меня в башке сидят пять сюжетов фантастических рассказов именно. Рассказов я, ну, один я написал где-то в 2000 каком-то, просто, когда всегда был такой челлендж, а Андреевич я не слабо, нет, не слабо написал. Ну, не было действительно сюжетов рассказов. Все сюжеты вырастали в большие объемы. Вдруг сейчас, сейчас у меня где-то с десяток уже. То есть я сейчас четко совершенно пишу рассказы. Я не знаю, кто их когда купит, но я их пишу. С романами тоже у меня все в порядке. Проблема не моя, это проблема с издателем. Найдется издатель, будет разговор. Но есть что предложить. Понятно. То есть все-таки проза идет? Да, конечно. И плюс к этому еще пошла вот эта вот проза, которая мне очень интересна самому. Это именно не нон-фик, жанровская художественная проза. Но это, вот, в моем байде. Это, значит, проза не фантастическая, проза реалистическая. Но, которая у меня сейчас самому чрезвычайно мила. Сейчас мне уже написано примерно половину книги. И я надеюсь, что книга выйдет. Это, вот, вы имеете в виду мемуары, на вашем байде. Ну, они не столько, но, там, моих мемуаров, самая меньшая часть. Главное, это рассказы о других разных интересных людях, событиях и ситуациях. Документально, в принципе. Нет. Вот почему я это назвал байками? Это все было в жизни. Мне об этом рассказывали люди. Но это не документально, я не искал подтверждений. Может, мне рассказали красивую сказку. Я ее пересказываю. Но она красивая. Это литература именно. Я не отвечаю за детали. И не собираюсь. Можно, в принципе, въезд, проверить и убедить, что это так, а это на самом деле не так. Но мне интересен сюжет. И живые люди, которых я хорошо помню. То есть, будущие исследователи смогут на это ссылаться только как на художественную литературу? Как на то, что действительно, там, не знаю, Сергей Александрович Негов, вспоминая, он рассказывал так. А было так или не было? Простите. Не знаю. Веллер, насколько я знаю, часто работает в этом направлении. Ну, Веллер занимается немножко другим. Он как бы пересказывал, если вы имеете в виду вот его, эти какие-нибудь легенды Невского проспекта, то это просто, знаете, да, это пересказ старых историй и анекдотов, которые многие знают. Здесь, в большинстве своем, это случаи, о которых немногие знают. Я вот пока что нашел только в двух или трех случаях какие-то упоминания о том, о чем я пишу. Ну, вот, скажем, нашел в интернете, действительно, уже потом, когда свою байку написал и разместил, случайно нашел на каком-то израильском сайте воспоминания мужика, который писал о том же самом. Примерно, так же со слов, как и я, естественно, он даже не моего поколения, а моложе. Но обнаружил там пару фактов, которые я не знал. Любопытно, очень, может, даже со ссылкой на него позаимствовать и добавить. Любопытно, любопытно. Ну, в общем, это, в общем, мне этот жанр очень полюбился. И я не говорю, что я собираюсь всю жизнь это писать, но книжку такую сделать, скажи. Ну, что, будем? Я хочу разного просто. Будем ждать завершения публикации. Спасибо. Спасибо. В ближайшее время. Не знаю. Пока у меня только одно издательское предложение есть, но и тут пока. Пока глубоко так, теоретически, и не серьезно. Хорошо, что это будет. Посмотрим. Андрей Владимирович, вот вы, как я знаю, ведете, помимо прочего, студию для молодых писателей-фантастов. Вы один из ведущих литературных курсов, которые нынче проходят в Центре современной литературы и книги. Скажите, пожалуйста, чем это помогает молодым пишущим людям, помогает, вообще говоря, научить писать нельзя? И кого из литераторов, прошедших эту школу, вы могли бы вспомнить сейчас, назвать для наших зрителей нашего подкаста? Понял. Не для протокола. Потом, когда кончится эта очаровательная запись, вы мне объясните магическое слово подкаст, которое я сто раз слышал, ни разу не понял, что это такое. В остальном готов ответить. Значит, я только внесу пару поправок. Студия в дуне для молодых писателей-фантастов, это литературная студия, там не только фантасты, есть те, кто в фантастике вообще не писал. Например, вот Лена Дмитрук пишет сказки, это не фантастика, это своя область. Но мне это очень мило. Есть люди, которые пишут просто реалистическую прозу. Начиналось когда-то это, когда еще с этого самого клуба любителей фантастики МИФ-20, тогда да. Сегодня это просто литературная студия, которую мы с Ленисмирновым тянем. И мне это милее, потому что и тем, кто пишет фантастику, я к ним по-прежнему, и в большинство, и я по-прежнему их выделяю, и люблю, и так далее. Ну, люблю, правда, всех. Нет, это не в смысле политкорректности. Это действительно для меня что-то вроде семьи. Ну, 28 лет, ну, елки-палки, вы сами понимаете. Так вот, жанры там и области литературы самые разные присутствуют. Ну, и последнее, в ЦСЛК я не был давным-давно, последний раз там был случайно, когда Грина Сергеевна Усова меня попросила вести ее юбилейный вечер. С тех пор это мне был, до того это мне был. С тех пор, как убрали Диму Коралесу, я туда, в общем-то, не хожу. И мне, видите, это был центр современной литературы и книги, я стал центр кофе и книги. Кофе я предпочитаю пить, хотя бы здесь. Спасибо, кстати. Я веду творческую мастерскую на курсах литератор в институте культурных программ, что на ультурном жиле. Вот это другой разговор, это серьезный институт, где это действительно. А теперь на ваш вопрос. Научить быть писателем нельзя. В области согласен. Но писателя можно научить писать лучше. То есть, никто не может вложить таланта. Талант вкладывает Господь в Бог, ежели он есть, или с талантом рождаются, или, как хотите, еще формулировки любые. Но, вот этот самый талант, помочь, я подчеркиваю, не огранить, а помочь автору самому себя огранить. Найдеть свою дорогу. Вот это можно. Научить технологическим приемам. Простите, любое самое высокое искусство включает в себя приемы ремесла, и ремесло слово «высокое». Самобилензу, дочелинец я называл ремесленником. А вовсе не каким-то там творцом и художником. И Леонард Давидович себя называл ремесленником. И это совершенно справедливо. Вот научить этим вещам, иногда озвученным, иногда далеко не озвученным. Да, вот здесь кое-что я могу, и с большим удовольствием это делаю. То есть сократить дорогу просто... Совершенно верно. То есть, понимаете, и вообще есть круто, ни один самый гениальный преподаватель, на мой взгляд, как пусть она происходит, никого, ничему не может научить. Он может дать человеку возможность научиться. Если человек хочет, он научается. Если он не хочет или не способен, он не научается. Ну, все. Вот дать эту возможность, подсказать, подтолкнуть, да. Ну, видите, а в основном, я не Господь Бог, и лепить никого ничего не собирает. И кто из, скажем, известных питерских наших литераторов современных, вот эту вот, собственно говоря, школу и школу... Ну, понимаете, смело, у курсов сейчас пока говорить рано. Потому что сами курсы родились всего-навсего где-то лет 7 тому назад. Я сейчас не помню, просто точно, простите, пожалуйста. И за это время люди не могли выпрыгнуть высоко, слишком быстро. Кто-то вообще, кстати, как бы, сошел из трубы. Ну, это и их проблема. Да нет, так просто, иди, вот, есть. И это меня, кстати, очень радует. Люди, когда приходят на курсы, вовсе без обительства писать. Мне просто хотят стать, научиться писать, хотя бы для того, чтобы писать письма. Хотя бы для того, чтобы написать любимой девушке. Хотя бы для того, чтобы просто поднять свой какой-то общий культурный уровень. И это их задача изначально. Ради Бога я таких тоже приветствую. Есть те, кто приходит действительно и с даром Божьим, и уже с некоторым литературным багажом. А некоторые и с книгами уже. Слава тебе, Господи, я им и тоже радую. Понимаете, там очень разные люди. Причем очень интересно, что это бывает и внутри одного набора. И бывает какое-то родство внутри код и ежегодного набора. Разного, по-разному. Но про них я пока воздержусь. Хотя думаю, что через 2-3 года, если мы с вами говорим, что это разговор. Наверное, уже 2-3 и меня опять же я вам назову с гордостью. Хотя вот одной еще смогу, вот я только что называл, поэтому уже повторю. Вот Сомалияна Дмитрук, которой пока что вышли две ее повества-сказки. Я не говорю, что ж.д. про мировую литературу, но, вы знаете, это хорошо профессионально назову. Ну, любопытно, любопытно. Вот, вот, честно, пришла ко мне в студию после. А про студийцев как раз? Ну, а про студийцев, извините, пожалуйста. Такие студии существуют давно, с 83-го. И поэтому, пожалуйста, даже с первого года, у меня, кстати, один человек в студии есть. Это Лена Ворон. Ну, и, в общем, ее книги за себя говорят достаточно. Юлия Чернова, которой мы сейчас будем принимать в связи с писателем, у нее, по крайней мере, 3 из ее книг мне нравятся. Опять же, я не говорю сейчас об уровне шедевров, мы давайте оставим это в стране. Но это хорошие профессиональные писатели. Извините, ради бога, Саша Прозоров вышел из нашей студии. Антон Первушин вышел из нашей студии. Так что... Да, имена известны, особенно у нас в Петербурге. Ну, в том-то и дело. Я просто не хочу всех подряд называть. Потому что некоторые пришли уже как бы готовыми, как, скажем, Саша Мазер. Но я не могу выучить своим выучеником. Он, да, член нашей студии, я очень рад этому, но найдет не мой выученик. А вот этих, кто его и назвал, да, это... Это наши. Вы принимаете активное участие в деятельности Союза писателей Санкт-Петербурга. Состоите еще в нескольких аналогичных организациях. Скажите, пожалуйста, вообще, вот какой смысл для человека, пишущего в этом вот членстве? Очень многие писатели молодые задаются этим вопросом. Что я могу сказать? Ну, вот пока они для себя этот вопрос не решат, пусть никуда и не вступают. Тянуть никого за пост, никуда не входит, в воздухе не собираюсь. И им самим не советую, пока они этого не поняли. А на самом деле, абсолютно облыженная идея, что творческие союзы были созданы Сталином и служить на предмет управления и так далее. То есть, товарищ Сталин-то это имел в виду, и это с тем неиспорно. Он вообще собирался все писатели подвести мундиры и ввести понятие писателей первого ранга, писателей второго ранга и писателей третьего ранга. Не, не тот факт. Но в действительности это же все уходит в старую цикловую структуру. И, сейчас, средний век. Видите, писатель, он животное стадное, социальное, стадное, прайдовое. Называется как хотите. Но, я просто из принципа проверял. Все разговоры, даже про самых известных писателей, которые якобы жили за Творниками, якобы строились башни из слоновой кости и так далее. Все полный бред. Джульверн, живучи в Амьене, общался эпистолярно, лично. К нему приезжали, он там ездил в Париж и так далее. Очень жертвен кругу людей. Великий тайний, никому неизвестный затворник Бруно Травен встречался с кучей народу. И иначе этого просто не может быть. Мы должны все жить в некой ей среде. Союз дает эту среду. Да, когда в сталинское время, в посте сталинское время, советское, средство в среде писателей облегчало издательскую ситуацию для человека или что-то еще, но были такие благощадцев, нету. И хрен бы их любил. Я никогда не пользовался и сейчас не пользуюсь. Но вот это общение мне дорого. И прошу прощения, Васил, вы сами приходите на заседание нашей семьи. Вам противно, да? Нет. Все. Вот для этого и существует. Все. Понятно. Вы известны как один из инициаторов и создателей Беляевской премии. премии Нины Александра Беляева. Скажите, в чем отличие этой премии от множества других литературных наград, которые сейчас существуют в России? В чем уже, говоря высоким штилем, историческая миссия? Ну, держи в двух словах. Когда мы Беляевскую премию задумали, то кроме уже существовавшей элиты, других премий таких не было вовше. Когда мы ее осуществили, уже появились другие, ну, скажем, даже францовую литературные. Хадимович, по-моему, почти, почти одновременно это сделал, но Беляевская чуть моложе. У нас года, по-моему, не было. Да, что-то стало. Год-два, я не помню. И тогда поначалу она была, вот даже как наша секция, вот эта вот, двухкрылая была, тогда теперь на трехкрылой, все, глядишь, сам до сирокима доживем, станешь шестикрылой. Но сейчас у нас фантасты, научно-художественные переводчики, а тогда были на фантасты и научно-художественные актеры. И тогда она присуждалась по обеимым постасиям. Но потом со временем стало понятно, что за фантастикой премии не присуждает только ленивый. Все конвенты, все, ну, все, кому они, господи, вы же знаете, журналы, ну, лучше меня знаете, да. А вот как научную премию за научно-художественную литературу, вот просвидительскую, долгое время она оставалась, чем после этого, единственной. Поэтому мы исключили фантастику, и сказали, давайте нам больше премий именно за это. Сейчас появилась одна премия в Москве, вот за... «Москва фикшн»? Да, да, да. Но, ну, скажем так, я не буду, не собираюсь говорить, что они лучше или хуже. Я хочу сказать другое, что если премий будет даже не две, а восемь, то все равно на нашу подобную литературу этого не хватит. А нужна каждый раз, как фантастика, я думаю, что нужна система премий. Каждая отдельно взятая премия может оказаться и ангажированной где-то, где-то какая-то в кузовщина проступить, но субъективизм какой-то, групповой субъективизм некоторый, все может быть. Их должно быть несколько. И поэтому, если еще появится в этом году, еще пять, только аплодировать буду, и я каждый буду с восторгом писать. Понятно. Фантастики-то их десятки? Фантастики, да. А на сегодня реально две. Вот, производители мы. Но у нас стаж, у нас по большому просветителю. Правда, производители дают большие деньги, они в Москве и имеют свои бюджеты и спонсоры. У нас это чисто почетное время, которое дает диплом, медаль и уважение, и больше ничего. Ну, я знаю, что люди ее хотят. Сразу вопрос, без перелива. Скажите, вот вы, как человек, имеющий отношение к Белевской премии, вы же следите за научно-популярной литературой, за этим, так сказать, процессом литературного деятельности. Что там происходит? В двух словах, если можно. Что происходит с научно-популярной литературой сейчас в России? Роспад. В одном слове цветения. Вы понимаете, на самом деле, его многое. А дальше вопрос святый демокль и литературный. Ну, помните, вы, литературный, посылатый старший джон. 90% всяких выявлений и суд дерьмов. Относится это и к фантастике, и к научно-художественной, и к поэзии, и к политике, и к науке, и к чему хотите. В научно-художественной, то же самое. Книг издается много. 90% просто нельзя службой рассмотреть. А вот из 10% выбрать, сперва правда добрых 10% отцепарировать, а потом выбрать, но все равно это получается много. И есть очень интересные книги. Я, кстати, вот даже по результатам той же Беляевской премии сужу. Вот, то, что уже заявляется на следующий год, на Беляевское время, на сегодняшний день ко мне поступило где-то 20 с чем-то книг. Это ко мне по случайности, я ведь только член жюри, в основном не поступает на живопредседателя комитета. То есть нам придется разбираться, судя по всему, по крайней мере с 6-7 десятками. Насколько я помню, вы еще рассматриваете публикации циклов статьи в журналах. средняя форма. Мы не рассматриваем только малую форму, мы не даем за одну статью. Вот этого у нас нет. А только большая форма и средняя форма. То есть литература будет в этом году у вас на рассмотрение просто... А в прошлом году было также достаточно много потому что у нас ведь нет, в отличие от других премий, единственное, ну, чисто организационно это не всем интересно, у нас нет long list, short list. У нас жюри рассматривает вся. Бедное жюри... Смотрел на себя непосильную задачу. Если начнет расти, может быть, мы бы не унесем изменения в устав. Если дальше будет расти. Вполне возможно, мы имеем право. Ну что ж, успехов, Беляевская перемена. Спасибо. Спасибо. Единственное, что могу пожелать. Возвращаясь к тому, о чем мы с вами вот сейчас говорили, отчасти возвращаемся к этому, о фантастике сейчас, как вы знаете, крейс-перепроизводства по руссконовскому номинационному списку, если судить, ежедневно выходят три новых фантастических романа на русском языке, русскоязычных фантастических романов. Как вы считаете, схлопнется ли рынок фантастики, и если схлопнется, то кто после вот этого полца выживет? Значит, три ежедневные, это, грубо говоря, 1200 в год. На кругу. Где-то так. На самом деле, 900 где-то. Ну, хорошо, садимся на тысячу. Ладно. Значит, это фантастики. Причем, сюда фэнтези включается, или нет? Да, да, да. Вся фантастика. Ну, это уже меньше. Я помню время, когда было две. У меня, несколько лет назад выходило две, я помню, и цифру. Ну, даже из тысячи, в общем-то, выбрать, вот опять, то, о чем мы говорили пресловутые старжановские 10%, из тысячи – это сто. В количестве того, даже кто прочитает сто достойных книг за год. Да, 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 верю, но вы, извините, профессионал, я говорю, я читать это нормально. Сто книг, вот это немало. Немало. А дальше, вторая проблема, вот, которую без господа Владимирских не решить, это проблема найти сто среди тысяч. Да, проблема непростая. И при этом, вся беда в том, что нам нужен далеко не один Владимирский, а у нас слишком мало. Ну, человек 20-30 этим занимается, в принципе. Да, но при этом все настолько рассеяно, что нормальному читателю это не собрать. Понимаете? Вот где беда. То есть у нас с критикой, на мой взгляд, у нас катастрофа чистая. Я имею в виду не с рекламой, а я имею в виду с критикой серьезной. Слава. И в этом смысле, да, я очень рад, что существует этот самый конкурс фан-критик и какие-то ориентиры в свою очередь выставляет по самим персоналиям критиков, но даже этого я очень рад, что существует, но этого недостаточно. И у критиков недостаточно площадок для этого. Серьезно. Здесь не поспоришь, к сожалению. Так, увы, да. Это трагедия наша. У нас нет этих колумнистов, которые будут в Таймсе, в Нью-Ру Таймс. У нас нет таких террорий, нет такой степени приближения к нормальному считать. это беда. Но, тем не менее, я не думаю, рынок может схлопнуться как чисто бумажный рынок. Рынок бумажным не может быть. Мне плевать на носитель, будет носитель бумажный или цифровой. Мне важно, чтобы автор не обидел, и чтобы автор все-таки жил, а не был ограбляемой фигурой. Это да. Но, носитель мне глубоко значимает. Да, я человек старший, да, мне приятно жить как бумажную книгу. Да, мои пальцы поэтому тоскуют, мое обоняние поэтому тоскуют, когда честру в Нече Типографской и Краской не пахнет увы, временно, и в Нече Порошенко кончилось. Но, в конечном счете, не это важно, важен текст. Текст будет такой, такой. Я не думаю, чтобы уменьшилось число текстов, хороших причем. Я не говорю о тех 90%, говорю бы лучше. Я не думаю, чтобы оно уменьшилось. Изменение технологии не важно. Главное, это найти способ соединить читателя, который хочет, с автором, который может. Вот как это сделать, простите, знал бы, может, миллионер бы, а может, нет, не знаю, а может, убили бы, зэк. Но, это главная проблема на самом деле. А авторов, ну, я же вижу, сколько дал, ну, простите, вот сейчас, я сейчас читаю роман, я не знаю, читали бы или нет, некто Закара-Скотской. Нет, вот, вот он, мягкий, лежит здесь с собой. Человек, говорит, фантастику, никогда в жизни не писал. Чехнель, журналист. Не писал фантастический роман. Не буду врать, не скажу, что это шедевр. Наоборот, скажу, что очень много, чисто, вот, возвращаясь, извините меня к тому, о чем вы говорили, там, про Курса и прочее, хотя он член Союза, Антерпуль, все, все в порядке, но, вот, чисто, вот эти ремесленные ошибки при создании, именно фантастического произведения, нарушения законов жанра, там, пилец, самая, на 60 страниц, лекции и пропагоди, в духе, таки самых, утопии, 19 века. Вот. Но, я, поверьте, искушенный, считается, мне интересно, я вижу, как это, вот, проигранно, с точки зрения, написания, но мысли, мне эти, интересны, есть при этом, и хорошие характеры, и образы, и интернатуры, просто вот, не до, не до, ведено, до, можно было довести, не случайно, выпустил, между прочим, все-таки, «Нелемистада» Сахаров, хотя наш питерский автор, который, кстати, в нашу секцию не ходит, я сейчас вот буду, буду его затаскивать, там, на секцию за уши, потому что, я рад, что появился, такой автор, он мой сверстник, между прочим, для его первого романа, первый. Интересно. Если первый, я вот так оцениваю, не знаю, как я оценил третий. Ну, вот, пожалуйста, так что, не схлопляйся, поверьте мне. Хорошо бы, ваши слова, да богу, в уши. А вот тут, я не специалист, я атеист, извините. Андрей Дмитриевич, в завершение, может быть, порадуйте наших зрителей, зрителей нашего подкаста, что это такое, я вам расскажу потом. Договорились. Может быть, порадуйте чем-нибудь коротеньким, возможно, поэтическим. Возможно, потому что, бразаического давала короткого, у меня нет, хоть застрелите, и с собой, сами понимаете, руку, без аневолок. Поэтому, так что помню. Вот, Лимрика вас устроит, вполне. Тогда, пожалуйста. Вот, один, он одновременно Лимрик и Эпиграм, а вы уж догадаетесь, на кого? Один господин из поселка Ишим был в геополитике непогрежим. Даже в удачной рези он империи глядел. И на этом печальный распел завершился. Или вам другой. Не, прямо просто так. Один господин из Италии в Ламбард сложил гениталии. Не за тем, чтобы впредь, там, тем голосом, а чтобы спать поспокойнее, и далее. Ну, или вот третий. одна госпожа из Орла выбивала всегда из Орла. Вечером каждый, честно, крашен за тем, чтобы першипала. Это уже чистая фантастика. Ну, Андрей Дмитриевич, спасибо вам большое за то, что к нам зашли. Господи, всегда рад, вы же знаете, как мне приятно быть в приятной компании. Спасибо вам большое. Всегда рады видеть у нас Жанинка имени Крупской. Приходите еще. С удовольствием. В гостях у нас сегодня был писатель Андрей Палабуха. Напоминаю, что вы смотрели передачу из цикла «Литературная гостиная», которая выходит под эгидой Петербургской книжной ярмарки ДК имени Крупской, расположенной по адресу проспекта Абовской обороны, дом 105, 10 минут до ходьбы от метро Елизаровская. До встречи через месяц. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Едем за подарками.